добрый вечер друзья мы снова вместе так вы по ту сторону экрана мы с тимоши поэту здравствуйте а молодец так вот смотрите маша у тебя сегодня был первый урок по биологии что ты получил какую оценку а за что за то что знал как как я его называются сибирская 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 ягодная яблоня сибирка ладно запомнишь а пятерку знаете за что получил ребенок я хочу чтобы вас такие же дети росли мы с ним специально съездили в лес вот я вам сказал как хочешь найди мне яблоня он нашел он схитрил он нашел яблоню с этими с яблочками размером с ногти так и говорит вот она а вторую долго искал но все-таки нашел я вначале поставил пятерку когда он не нашел вторую двойку а потом когда он все-таки понял что как они похожи все-таки пятерку поздравляю молодец давай все это пример для подражания пока где заниматься своими делами мы друзья продолжим значит вначале как мы с вами разделились на две группы я как бы условно я этой группе этой группе а тут получается так что я много говорю с удовольствием но все время меня сносит на тему мироздания на тему богоискательства я понял так что и вначале вот если вот это просчете поймете что и не все так просто одним находится только садоводство другим хочется духовное развитие и плюс духовное развитие и поэтому я сейчас я сейчас объясню что к чему у меня здесь было не заготовлено у меня нетрудно остановить я мог бы пол вебинара проговорить вот на эту тему смотрите вот а потом вот эту тему дарвинизм вот посмотрите вот что это такое а что за красота такая ребят это паутина вот этого одного достаточно чтобы на дарвине крест поставить но это ладно поэтому я знаете что придумал дальше не стал развивать тему и отсюда фотографии перенес совсем другой папку и сделаю отдельный фильм что меня подтолкнула есть такая жанна панова которая однажды подарил сотню этих семян груш подарил она взяла писала 2000 говорит что а я же не могу брать деньги за подарок я сказал свой будет отдельный фильм будет два отдельных фильма вот как раз об этом об этой красоте который не знает никто вот еще добавлю два слова и мы пойдем дальше по тексту что эти за два слова вот многие из вас некоторые из вас взяли и начали агитировать как говорится за советскую власть то есть образа за новое садоводство никто их не понимает некоторые относят даже враждебно бесполезно и вот тогда друзья я понял вот эту фотографию я приготовил специально для вас чтобы поняли вот те полтора 100 200 человек и плюс еще несколько сотен присоединиться позже когда не все же время есть потом досмотрят отдельно записи 500 через году будет 1000 не больше это элита друзья мои я вас поздравляю вы элита вот эта фотография она очень символичная когда-то я впервые использую чтобы сказать вот это мой старый пни вот а вот это вот молодежь ей нужно помочь выжить в этой жизни да вот а потом я еще подумал в другом фильме использовал а вот это вот старое садоводство а вот это новое садоводство которое уже условно можно назвать моей фамилии а вот это вот книга записки а это особая книга это как я постигал мир вот иду и как кто-то хакас по степи и поют трава зеленая но если она действительно зеленая а ее не покрасили как это самое вы знаете что было это я отвлекся помните поговорку прошла раньше этого самого да было макрея вот это вот это уровень науки а я вам скажу ребята не вот так шло развитие а вот отсюда вот с идеальных яблок с райских яблок шло приспособление к именно к природе земли вот она и тогда что мы мы говорим да я говорю дарвинист на четверть дарвин в отдельных случаях прав только как как часть развития как как эволюции эволюции а на самом-то деле все было не так что гораздо сложнее вот а вот это вот вы просто молча простите но я боюсь я дальше войне не буду мы потом прощите кому надо я все же все равно господи сейчас меня пошлют даже когда из 200 человек один посылает меня меня уже потом на место все не нахожу годами поверьте вот как тот который орал трубку что я это покусился на великие имена которые научили убивать деревья я тебе велики вина не проклинал я их не матерю я их просто упоминал так слегка вот причем без фамилии все равно получил вот эту красоту будем проходить а пока вот это я пытался ну понял что не сегодня не сегодня это такая красота вернемся к нашему другу на минуточку это очень важно маргаленко андрей борис так а у тебя уже силы мои плодоносит у тебя еще что-то плодоносит вот центр должен быть у тебя шарипово у тебя красавиевский край да ты на того от иркутска до кемерово и омска должен быть первый вот вот занимайся вот этим делом вот сейчас да сейчас районетки ты вырастешь сотня замучиться продавать сергей железово даже не пытается с не купить они купят а потом расскажу что они купят вот значит остальное мы проходили и вот мы вчера нет среда прошлого суббота а нет это мне вопросы прислали с ящика антона валерьевича у него самая нудная самая нудная наши ученики я в шутку говорю нудная итак Эдуард может надо в год посадки это всех касается и тут нам голову задурили в год посадки семечки в год с посадки семечки пересаживать грушу пару раз и при привыке на следующий год корни будут более пушистые да они будут более пушистые если дерево чем вы живы в то время понимаете каждая пересадка страшнейшее испытание страшнейший стресс я любой пересаженное дерево даже в горшке я называю инвалидом все если положено жить там пережить 50 градусов пересадили молите бога если на самое лучшее самые корни были целы при пересадке молите бога чтобы 40 45 это страшная картина вот сейчас я вам подробнее расскажу дело о том что Эдуард еще вопрос задал груша семечки привита весной так привита и к моменту выкопки осенью корень как у морковки как сделать чтобы концу года был пушистый если мы пересаживаем вот то что вы привели сразу нормально я вам потом покажу такие саженцы в том числе и груши чуть ниже вот я вам скажу корень пушистый станет но независимо от того хотите вы или нет лучше бы не пересаживали но может у вас целый питомник может вам надо рассадить раз раз котребушить этот питомник чтобы не сильно густо было я согласен а что касается вашего первого вопроса да есть такой способ вот сейчас я вам помалечку к этому подойдем на всякий случай скажу проще всего корневыми отводками у них нет сержнего корня вот они дай бог чтобы на полу горизонтальных корнях хоть немножко было корней хоть немножко и развиваются они прекрасно вот например вот это вот было так вот это вот стало почувствовали разницу ну куда уж больше то и в руках у сергея железова саженец привитый пересаженный который я все равно называю инвалидом но может быть не самым страшным инвалидом но уже то что выкопали это издержанный рост и на градус 2 он теряет морозостойкость любая пересадка я все время вам говорю истинно в ученике то те кто пересаживать не будет и задавать такие вопросы двойная пересадка есть такое я сейчас про это расскажу но корневыми отводками понятно его нельзя не выкопать его надо привить хоть я и обругал его то что выкопал выкопаем но это иначе у вас вообще саженцев не будет это компромисс и так мы лезем в теорию вот этот человек который эту книгу издал ведь это современное издание вы понимаете что мы видим но в начале издаля мы видим что опять глубокая яма так вот мы видим даже про дренажные трубы мы потом поговорим мы видим что это я уже не могу он же как сказал тут говоришь посоветовал пожалуйста не спешите вот тут речь про корень а мне глаз режет допустим прикопка буквально два слова и так моя прикопка вертикально узнаете выпрямил из середины штампа сделал тогда будет минимум влаги а вот мороза будет спасать так а есть промежутый вариант и у мичурина довольно прелестно выглядит смотрите это тот кто понятия не имеет что груша вот здесь гниет буквально вот попадет сырая сырая осенью сырая весна до пересадки прощай груша прощай абрикос даже можете не заметить а потом что-то дерево болеет вот как там помните это анекдоте что-то с нету съела такой у мичурина хотя бы повыше и холм больше и вот эти вот корни выше уровня земли то есть как бы компромисс с наклоном такой же все но повыше и тогда уже гниение меньше вы догадались почему чем выше холм тем он суше раз вы увидели опять же ну про это правильно сказали что надо убить ков чтобы не поседала земля но нам бивает голову вот этот штамп которого не должно быть если только он случайно у меня на каждом там двадцатом дереве такой же штамп даже привитым знаете почему страшнейшая зима как вот это да и могут часть вот этих вот тут почечки они вместо того чтобы развиваться и не стали развиваться а дерево все равно выжил и пошло в рост и здесь получился голенастый штамп но тут уж извините атаку не не у лета что теперь топор брать следующее нормальное лето и вернее нормальная зима и он развился дальше пошел еще ему лет 10-20 спокойно жить и без печи хотя лучше бы он вот отсюда по железу ну и наконец главное обрежьте сломанные или слишком длинные корни вот скажите мне на милость вот автора этого я уже не знаю я обычно наливаю злоба и начинаю помните а я как бы это вот сказать со смехом вы же целый метр ямы то глубиной советуете ну хотя бы 60 сантиметров все равно посоветуйте да вот но за почему корень отрезать в данном случае это и есть центральный корень ну вот это не повезло дерево ну почему его нужно отрезать я вам сразу скажу раз прекрасно мне не торопиться антону валерьевичу я буду говорить долго и обстоятельно нудно но ничего зато это я же сейчас стараюсь то вот ради тимушки когда-то в школах должны проходить это уже не буду возвращаться цитировать поймите правильно была когда-то может быть тысячи лет пять тысяч лет назад когда зародилась она вас наверное когда первый дом построили а может быть даже садили вот и кто-то когда-то взял и сказал себе пусть быстрее растет и давай напихивать туда все подряд вот так вот и вот результат пошло эта технология на север на север на север и все приехали где наши сады так вот страшная ошибка заключается в том что в яме задается вот это же дерьмо и прочие гадости поэтому ни в коем случае да он еще и центральный он же для антифриза а тот кто вот автор да кто ему позволил так думать что ему не нужно это дерево центральный корень да еще целый нарисовал прежде чем отрезать ну вот опять сашкой махаю вот ну с Саренком он придется связываться невозможно пройти мимо рынка где Саренсен толпы людей толпы продавцов много тысячи-тысячи красиво эти там размер слив я видел на фотографии станичный мяч попробуй пройди кто после этого станет интересоваться ранятками или этими или китайскими сливами с весом 15-20 грамм а ну кто и вот значит я выдернул первый же попавшийся вот июль июнь месяц я вас учу а не просто так там другая вы все равно не пойдете покупать вы же сейчас переходите на новые рельсы на железовские а с другой стороны не все потому что после каждого вебинара два-три заказа то есть большинство это совершенно ну не колышет сейчас рынок рядом вот я сейчас смотрел случайно объявление 50 рублей абрикос сенец абрикоса 50 рублей что там за сенец откуда это 50 рублей у меня этот самый черенок стоит 120 150 ну кто-то купит и вот значит смотрите это июнь месяц стоял две машины рядом дома вот на фоне стены попросил сажение сфотографировал значит давно отсвели деревья это обращайте внимание давно отсвели деревья а уже июнь даже в сибири все зеленое здесь одной почки ну а потом тихушку ковырнул одну почку она мертвая ковырнул кору под ней мертвая ну допустим она была бы жива продавали бы в апреле в мае мы могли бы не обратить внимание что почему до сих пор ни одна листика не распустилась а вот не распускается и все это для меня она мертвая для всех остальных нормальный живой саженец значит как его спасти если с дуру купили отрезать надо учитывая состояние корней не дай бог еще отрежете как там еще и вот эти вот жалкие укоротите да хотя похоже смотрите торчит да вот и тут торчит непорядок тут корней хватит отрезали но я шучу и так корни не трогаем и отрезаем одну две почки оставляем шанс десять процентов что вот оживут вот эти две 1 2 а вдруг я не все выковыривал почки одну только мертвую я вижу что не мертвую но вдруг или в крайнем случае вот эта прививка это дичок на что-то привито через непонятно откуда сами не знают или молчат продаваться значит вот отсюда может пойти хоть что-то вырасти хоть что-то вот это вот совет смотрите внимательно весной весна и чесна 8 хоть все зеленые тупой хоть что-то понятно а вот и ваша груша вот эдуард смотрите я уже раз показывал его это редкий случай обычно груши вот только вот такой и редкий случай но почему именно это отчет взяла и нормально имеет боковой этот самый как бы назвать по горизонтальный корень для питания этот корень для питья для приготовления моростойкого раствора вот вот так она выглядит вот и теперь так можно вот так отрезать и вот так отрезать вот но мы еще не отрезали посмотрим чуть чуть позже вернемся к этому снимку это тоже я вот это я вот вот видите тут нет бокового а есть только один стержневой он выглядит плохо но придет время внимание это допустим весна но это не он же но такой же принципе а вот осенью уже вот такой видите уже вот такой то есть я его специально не делал будут еще вопросы даже вот ниже вот в этом папке или вы просто сразу скажу ребята главное что вам будут вопросы задавать и а пока вы задаете такие вопросы вначале еще год порастить пусть пышные корни а потом привить вот или сразу вы видите ну я опережаю вас сразу разу это сейчас если даже не привьется вот корни вроде плохие но у меня получается коси немощные саженцы привиты а допустим вас не прижилось отсюда все равно пойдет побег и никуда он под водой не денется еще раз привить не теряйте год это это мой одно из самых важных моих советов чисто практически без всяких теорий без всяких этих генетики вот это только они имели питомники помещики и продавали до саженцы ну как первая школка начала так посели семена раз теперь на следующий год их вы копали посадили так вот и они окончательно четвертый год становились товарные не все того чего написано в случае а ясно несколько пересадок они никак не способствует росту еще может быть еще один год на доращивание вот он вы вот скажите мне что этот корень полезнее вот это или вот это а теоретически по дурному по дебильным этим советам этот корень лучше вот этого казалось бы да ну во первых он лишний год потерян на его рост раз во вторых он искалечен все равно заметьте это хоть моя лопата все равно искалечил где-то знаете как это опасно для дерева но это что вам по вам этим теркой провести вот так попробуйте посмотрите до до кровотечения и начинайте лечиться от за от этого от заражения крови и вот этот старший двухлетка я пока про корни не смотрите на корни это однолетка так вот это но чем его преимущество он растет он растет себе он никогда не будет таким это не улучшение корней это ухудшение дерево в целом надеюсь вы меня теперь поверите что вот этот который бы не стали бы выкапывать и он бы не был таким пышным он бы главное пошел 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 куда вот еще раз показываю он пошел пошел вот чего так вот сюда вот сюда вот сюда и вот это и есть его здоровье эта морозостойкость плюс целые корни это отсутствие болезни а потом почему вы это помните как маргаленко ваши эти абрикосы без этого без без три почему-то мне вообще я это абрикосы для меня это не знакомые даже маргаленко не смог объяснить почему разница такая со стороны абрикос тлея мой без в чем разница если оба живые ладно ну я надеюсь поняли пересаживать то ради топышной корней и нельзя но среди вас один на сотни найдется или как я маргаленко призываю заняться не не обязательно роскошными сортами шарипово извините там климат не сахар полукультур ранецки полукультурные груши яблони сири вообще вот а потом это новый центр а потом к вам в телевидении как ко мне вы заметили друзья кто в гостевой заходил эти дни я нашел в интернете меня любимого снимали на фоне персиков роскошных и на фоне роскошных груш а эти телевидение уехали а эти как бы копию видеосъемки не прислали я знать не знал что где-то там в интернете обо мне легенды складывается потому что на фоне абрикоса поскольку персиков посмотрите там есть я чему говорю следующему должны приехать маргаленко вот то есть через а у него он же не в начале пути вот видите вот куда уже нам нужно такие центры сегодня сами понимаете ранецки никому не нужны но почву надо готовить не всегда мы так будем жить нищете это когда с каждым годом узнают про меня все больше а заказов все меньше это только об одном говорит людям не до садоводства в общем поняли и так про это я уже сказал проевать сразу а подробнее еще потом там вопросы ниже персик вот он живой персик вот хотите иметь персик непривитый у меня же это самое и добрый десяток непривитых хоть бы хны морозы перенесли прошлогодние эти еще посмотрим как ну сухие ветки будут опять морозы но пропустят урожай не знаю но деревья будут целы даже не привиты вот такие но не главное достоинство центральный корень вот я говорю кто бы мне это 20000 повернул на хрена я ездил москву с трибуны сказал давайте запретим эти дебильные вот такие советы мне отключили микрофон я потратил по тем временам 20000 рублей да вот это я счет не знаю кому предъявлять минсерхоз сказал это ваш это когда я прислал технологию насчет их это ваше личное дело вот вот этого не будет вот и персики шагнут на север двадцать двадцать восемь градусов это сказки они более морозостойкие даже не привитые вот есть другие нюансы изучим вот за это я тоже заработал хотя бы доброе слово ну выкопать такой корень а вы видели чё я натворил вы попробуйте вот яму выкопать огромную а то есть советчики дух ветровой ямы копать на 2 метра вкапывать трубы еще и более дебильный совет а это у нас есть да а вот так чтобы какой-нибудь умник который вот комник вы видели корень отрезал вот что выше да современное издание это современная книга вот он бы а зачем его капать раз лопатой вот сюда вот здесь все пышное побыть вот вот ребята вот он север вот сибирь вот дальний восток вот урал вот вологда вот ленинград вот это вот я горжусь вот выкопать двухметровую яму чтобы опять закопать его закопать этого мастера а любой специалист ни одного головы не приходит выкопать хотя бы на метр корень посмотри а какой же он все таки и где он кончается вот видели двухлетка вот так ну так как это питомник берешь как его выкапывая рубанешь вот так привьешь бывает за столом а на следующий год он вот уже вот такой ну что видите бутылки в кривию кость это же бардак не ветра ветра не успевал ставить уже спина болела а под ними день за два внутри но скучные цифры я потом я боюсь вас распугать я это для питомниководов как превратить скучные цифры в деньги на одно скажу и первым это всегда я говорю репутация выращивали кроме меня не могут продать этой это есть тут худо-бедно торговлечка идет так вот скучные цифры это уже другого типа цифры это москва это 500 рублей это кого помните я показывал просто удержаться не мог еще раз показать вот здесь вот узкая длинная коробка картон картонная естественно верх открытый вот это все отрезано отрезано не замазано чтобы картонку лазить представляете технология под картонку под узкую что больше влезло вот и здесь тоже торец не замазан зато по железу по железу ведь все таки предпродажная обрезка сделана правда не для того чтобы лучше было вот здесь вот рано не замазано может она уже давно была замазана да как бы испарилась и главное количество корней это тот самый урод карлик на которой минцельхоз который сказал что это мое личное дело вот значит благословил переход на карлики то есть палка с жидкими корнями с волосиками с этим и еще тут торф и все это вместилось вот такое вот а они что февраль да а вы капали ясно осенью где же она была так октябрь ноябрь декабрь январь пятый месяц она стояла где-то в тепле ухо в этом они мертвые я подхожу говорю у вас кто-нибудь отвечает за это да технолог позовите приходит технолог откуда эти трава с польши за кого пользу поляки нас приняли меня при я же мог феврале купить его и привезти в сибирь это же москва фирменнейший магазин огромный там даже под этим у меня есть фотографии там даже эти мандарины на дереве это сразу на килограмм 15 их прям укатки вот тут они молодцы а вот это они подставляют всех вы возьмут же ведь люди даже не понимают что испарение идет почему здесь сухие корни почему она мертва она идет через это через кору как кора защита да но все равно не выдержала а еще февраль март апрель еще минимум три месяца надо его было это в тепле будет стоять тепле это на продаже целая куча видели а теперь смотрите 2 вот это та же машина помните вам показывал там возле стены это та же машина я попросил другой думал тут корней больше будет он оказался а не привиты ну хотя по теории на привет и по их не теории вот вот видимо тут была прививка но она погибла и отрезали вот корней тут я специально сфотографировал и вот смотрите спасти его если даже вот тут а то я все внимание обрезать 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 помните так же как это я в двух местах по моему этот самый доктор незнайку пытался касторкой по моему напоить а еще у гашика есть там это там такой персонал швейк помните у гашика классика чехи или словаки чехословакия вот и вот он тоже солдат лечил у него ничего не было лекарств место там 18 год или 7 или 15 отечественная война к этому он всех лечил касторкой я лечу всех касторкой вот моя касторка вот если вот эта почка она конечно мертва но это надо а вдруг вот здесь что-то вылезет прямо с под коры поэтому так отрезали вот эти полтора корешка но вряд ли конечно но главное не это что такое скучный цифр он 500 рублей стоит этот 500 рублей стоит да видите а вот этот на тот момент 1000 рублей стоит бесполезно бесполезно осенью продажа у сергея практически прекратилось это весенние фотографии какой-то из весен практически прекратилось вот так вот практически это и стал еще хуже весной что-то купят но топор придется брать вот почему жердели сыновья манджурцы а нет манджурцы то есть прям с этого с папиного дерева с патриарха вот их общей сложности на нас 1000 еще есть вот сколько я не призываю что-то желающих там два с половиной человека вот чтобы они ну не стоят они даже вот не эти дров вот может два купить если с ним поторговаться вместо одного мертвого два живых да еще манджурцы да еще который будет сверхэтажный дом который дал мне сотни ветер а это живо дети вот так ребята это Schlanger это мы мы пом Sorry Продолжение следует...